Ну вот иллюстрация, как работает вот эта последняя теорема. Представим себе, что мы работаем с функциями. Собственно, даже это не важно. Нет, не важно. Значит, вот у нас омега, вот fn отображает в x. А предположим, что здесь я взял еще какую-то функцию, ну, пусть в R1, непрерывную. Значит, предположим, что fn сходится по мере, значит, здесь есть мера μ, и fn сходится к f по мере μ. Так? Вот. А h непрерывно. h непрерывно. Ну, тогда естественный вопрос. Интуитивно должно быть понятно, что h от fn, вот такая композиция, ну, должна сходиться по мере h от f. Правильно? Вот если есть поточечная сходимость, то это очевидно, правда? Ну, или если есть сходимость μ почти всюду. Для всех тех точек омега, для которых fn от омега сходится к f, по непрерывности h вы получите сходимость. Правильно? А в случае по мере такого нет. Там точки, где функции близки, они не фиксированы. И вот если вы попробуете доказывать этот факт, он верен, сейчас я вам его докажу, в лоб, используя там определение сходимости по мере, то, в общем, будут мучения некоторые, я вот уверен. А смотрите, как это доказывается с помощью того критерия. Ну, хорошо. Вместо того, чтобы доказывать в лоб, давайте, что нам нужно сделать? Достаточно проверить, что для каждой подпоследовательности n' найдется другая подпоследовательность. Ну, значит, это означает, что мы можем с самого начала предположить, что n' – это как раз наша исходная последовательность. Правильно? Вот. Существует n2' такая, что есть сходимость мю почти всюду. Ну, так очень все замечательно. Смотрите, раз у нас есть вот это, то тогда для последовательности n' найдется n2' такая, что fn сходится к f мю почти всюду. Так? Ну, так пусть омега с ноликом – это вот множество тех омег, для которых есть сходимость, вот это множество полной меры. Значит, мю от дополнения равно нулю. Замечательно. Значит, если омега принадлежит омега с ноликом, то тогда fn от омега, fn от омега сходится, fn2' – прошу прощения, fn2'. fn2' от омега сходится к f от омега. Ну и, следовательно, поскольку h непрерывно, h от fn2' от омега будет сходиться к h от f от омега. Всё? Омега с ноликом? Омега из-за омега с ноликом. Да, омега с ноликом – это вот там, где вот есть вот эта сходимость. Всё. Значит, выполнено это условие, по второй части этой теории мы получаем сходимость по мере. Ну вот, ещё одна вещь, может быть, я всё-таки немножко, наверное, забываю, что вы знакомитесь впервые со всеми вещами, мне так кажется. Поэтому, может быть, нужно действительно больше примеров разных, чтобы лучше почувствовать разницу и вообще, что такое сходимость по мере. Вот давайте рассмотрим такой классический пример, его везде есть. Вот возьмём в качестве омега отрезок 0,1, а последовательность функции fn' зададим так. Ну и, соответственно, x – это тоже r1. Это будут индикаторы. Сначала мы возьмём f1. f1 – это будет индикатор отрезка 0,1. Затем f2 – это будет индикатор отрезка 0,1,2. Значит, это индикатор отрезка 0,1. Это индикатор отрезка 0,1,2. Ну, скажем, это всё равно, на самом деле. Это неважно. А f3 – это будет индикатор отрезка 1,2,1. Ну, это вот такая группа. Затем пойдут f4, f5, f6 и f7. Четыре функции – это будут индикаторы вот таких отрезков. 0,1,4, 1,4 – 1,2, 1,2 – 3,4 и 3,4 единица. Что будет на следующем шагу? Будет группа из восьми функций. Это будут последовательные индикаторы интервалов 0,1,8, 1,8, 2,8 и так далее. И так далее. Получим последовательность, такую последовательность функций. Значит, ну, понятно, что эта последовательность fn сходится к нулю по мере Лебега. Почему? Ну, потому что, когда вы возьмёте функцию с достаточно далёким номером, то её график будет выглядеть так. Это будет какой-то двоичный интервал k на 2 в степени n, k плюс 1 на 2 в степени n. И функция – это будет индикатор этого интервальчика. Ну, и, значит, мера разности, мера множества тех x, где разность fn от x отличается от нуля, она будет как раз длина этого интервала, это единица на 2 в степени n. Так что, действительно, есть сходимость по мере. В то же самое время, эта последовательность, конечно, не сходится почти всюду. Она даже вообще нигде не сходится. Вообще, ни в одной точке. Ну, потому что, когда вы возьмёте отрезок 0,1, и когда вы возьмёте какое-то омега из этого отрезка, то у вас будут функции с носителями, которые омега не содержит, и тогда соответствующее значение функции в омега будет равно нулю. Но время от времени будут функции, носитель которого покрывает омега, и тогда значение будет равно единице. И, значит, вот в последовательности fn от омега будет бесконечно много нулей и бесконечно много единиц. Так что для каждого омега у вас эта последовательность никуда не сходится. Ну, а то, что есть сходящееся под последовательность, это ясно. Это легко понять. Ну, например, выберите те номера, когда наша функция имеет в качестве носителя интервал 0,1 на 2 в степени n. Ну, понятно, что тогда у вас для всех омега, отличных от нуля, будет сходимость к нулю. И есть сходимость почти всюду этой под последовательности. Так, есть ли вопросы? Нету. Хорошо. Ну, хорошо. Остался еще один фундаментальный результат о сходимости по мере. Он называется в литературе теорема Егорова. Вот сейчас мы его докажем. И на этом глава закончится, и перейдем к построению интеграла. Так, давайте. Сейчас можете сделать заголовно. Значит, какая там теорема по счету? Четвертая, да, или третья? Третья? А в скобочках напишите Егоров. Значит, теорема Егорова. Это для ссылки. Если вдруг вам надо найти там в интернете что-нибудь, связанное с этой темой, то наберете теорему Егорова и попадете сразу на массу разных вариантов. Так. Значит, теорема 3. Егоров. Вот у нас есть пространство с конечной мерой. Неоконечная мера. ФН – это отображение из омега в XD, в сепарабельное метрическое пространство. ФН измеримы. И ФН сходится по мере к некоторой функции F. Нет, не по мере, почти всюду. Да, почти всюду. Ме почти всюду. Тогда для любого ε больше нуля существует множество, измеримое, естественно, n ε. такое, что мёд n ε не превосходит ε. Множество малой меры. Такое, что выполнено это. И на n ε, на дополнение к n ε, сходимость Fn к F равномерно. Fn сходится к F. Помните такое обозначение я употреблял? Ну, лучше… Что это значит? Я расшифрую, естественно. Кое-что супремум по ω, принадлежащему n ε, дополнение. Расстояние Fn от ω, F от ω. Вот. Стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Да? Вот. С другими словами, это удобный технический результат, что оказывается, что когда есть сходимость почти всюду, по мере, то она в определенном смысле почти равномерна. Вот, ну, по мере. Для каждого ε можно найти такое множество, где, на дополнение к которому это множество будет полной вероятности, почти полной вероятности, где есть сходимость по мере. Ну, доказательства. Доказательства. Значит, смотрите. Ясно совершенно, что множество нулевой меры, где Fn от ω не сходится, к F от ω, не играет никакой роли, поэтому можно его сразу выкинуть и считать, что у нас есть сходимость для всех ω. Значит, вот напишите это, что без ограничения общности можно считать, что сходимость есть для всех ω. Просто для упрощения обозначения. Ну, вот введем такие множества F с двумя индексами n, m пересечения по i от m до бесконечности, множество тех ω, где расстояние от F i от ω F от ω меньше, чем единица на m. Значит, итак, я напишу здесь, что мы считаем, что Fn от ω сходится к F от ω для каждого ω. Значит, вот ввели такие множества. Значит, что можно сказать? так, я неправильно написал. Вот здесь от n, а не от m. Я чувствую, что справа, иначе справа, слева два индекса, справа один был индекс. Вот. Вот когда m фиксировано, вот представьте себе, m фиксировано, и мы рассматриваем последовательность таких пересечений. На этот раз, помните, там у нас были объединения такого типа, и они образовывали убывающую последовательность. Ну, а пересечения будут образовывать возрастающую последовательность. Значит, F1, m вложенную в F2, m, ну и так далее, вложенную в Fn, m, ну и так далее. Значит, это возрастающая последовательность. Вот. Ну и далее. Что можно сказать об объединении множеств Fn, m по всем n от единицы до бесконечности? Посмотрите. Что означает, что точка омега попала в объединение? Это означает, что она попала в одно из этих множеств. Значит, что означает, что она попала в какое-то множество? Это означает, что она попала в пересечение вот этих тех множеств, которые вы здесь видите. Это означает, что при всех индексах, начиная с некоторого, выполнены вот такие неравенства. Правильно? Ну так, если вы знаете, что fn сходится к f для всех омега, то это верно для любого омега. Правда ведь? Начиная с некоторого места f и от омега, это расстояние должно быть меньше, чем единица на m. То есть, другими словами, я хочу сказать, что верно вот это. Ну, вот такое включение очевидно, а вот то, что верно обратное включение, вот вы взяли омега, пользуясь тем, что fn сходится к f от омега, вы видите, что начиная с некоторого места, выполняются все эти неравенства, значит, точка омега попала в какое-то такое пересечение, ну а стало быть, попала в объединение этих пересечений. Вот это и собственно, это и говорится. Так что имеет место такое равенство. Прекрасно. Так. Значит, и это верно для каждого m. Для каждого m. Ну, теперь мы у нас мера мю конечна, да, собственно, это в данном случае да, значит, вот отсюда вытекает, что мю от fnm мю от fnm сходится к мю от омега при n, стремящемся в бесконечность. Это верно для каждого m. Дальше. Что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, следовательно, следовательно, существует такой номер n нулевое, зависящее от m. Для каждого m это свое, свой номер. Такое, что вот здесь я использую конечность меры, что мера разности омега минус fnm будет меньше там чего-то малого. Такое, что мера мю от дополнения, что такое разность омега минус fnm это дополнение. fnm дополнение будет меньше, чем ε делить на 2 в степени m. А ε, как обычно, выбрано произвольно и фиксировано. Положительное число. Значит, еще раз, смотрите. Значит, вот мы выяснили, что имеет место такое равенство. В силу монотонности мы получаем, что есть сходимость мер. Из сходимости мер вытекает следующее, то, что здесь написано. А здесь используется конечность меры в этот момент. Так, есть вопросы? Вопрос есть? Все нормально? Эпсилон мы с самого начала зафиксировали, и вот поэтому для каждого m мы берем вот этот уровень, и поскольку это стремится к нулю, то найдется такой номер, и он будет зависеть от m. Он зависит еще и от ε, конечно, но в данный момент это не важно. От ε мы избавимся уже позже, когда сделаем некоторые выводы из того, что здесь написано. Игорь Негода очень хорошо так вот значит получили эти множества ну и теперь возьмем объединение дополнений к этим множеством что у нас получится вот n epsilon это будет как раз то что нам надо сейчас мы увидим f n нулевое от м м дополнение и объединение по всем м ну замечаем что мю от n epsilon не превосходит суммы мер так и это все не превосходит суммы epsilon на 2 в степени единицы бесконечности а это естественно так что это действительно множество малой меры это уже хороший признак теперь остается только проверить что это то множество которое мы ищем вот пусть омега принадлежит дополнению n epsilon дополнение n epsilon это дополнение к объединению значит это пересечение дополнений ну значит это просто пересечение вот этих множеств n с 0 значит это что такое это просто пересечение f n 0 м м по всем м от единицы до бесконечности ну хорошо значит что же получается получается что омега попадает в каждое вот из таких множеств правильно раз лежит в пересечении значит омега попала в f n с ноликом м м а что это значит посмотрите а вот здесь я кстати не написал здесь нужно написать с ноликом м это означает по определению что расстояние от f и от омега и фото мега что это расстояние меньше чем единица на м для любого и больше либо равно чем n с ноликом от м просто по определению множество f н м ну и смотрите что же это означает вот вам равномерная оценка этого расстояния все значит получили что действительно на дополнение у нас есть равномерная сходимость это и есть та последовательность то подпоследовательность точнее то множество которое мы ищем потому что это верно для всех индекс начиная с некоторым теорема доказано так замечательно эта глава заканчивается и следующая глава называется интеграл большая глава а под заголовок интегрирование не отрицательных функций отрицательных функций а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Значит, надо ее доказывать Что, в общем-то, не так сложно, конечно Но все-таки идею конструкции выделения этого множества Нужно как-то воспринять И тогда все будет нормально Ну, хорошо, ладно Интеграл И это большая глава В ней будет часть разных параграфов Вот первый параграф Интегрирования Неотрицательных функций Значит, что будет предполагаться В этой главе В этом разделе Значит, омега f мю Это пространство с сигмаконечной мерой Сигмаконечная Так Функция f Измерима И f неотрицательна Значит, вот наша задача Определить интеграл от такой функции Хорошо Значит, ну и Естественно f принимает значение в r1 В расширенной прямой f r1 С, возможно, добавленной точкой плюс бесконечность То есть не с возможной, а с добавленной точкой Ну вот Сначала Я же скажу два слова Какие этапы построения интеграла Нас ждут Сначала определяется интеграл для простых функций Собственно, мы уже для простых функций Даже определили интеграл Просто в этот раз это будет некое повторение Для простых функций Но это будет повторение Но не буквально повторение А с неким добавлением Будут более тщательно исследованы свойства этого интеграла После того, как эту работу осуществим После этого будет дано определение интеграла Уже от неотрицательно измеримой функции В каком-то смысле это будет С помощью аппроксимации этой самой неотрицательной функции Вот простыми функциями Мы знаем, что каждую неотрицательную функцию Можно аппроксимировать Монотонно возрастающей последовательностью Простых функций Ну и вот Это будет не в прямую, но будет использовано Значит, будет определен этот интеграл Будет проверено его свойства Там типа аддитивности, монотонности Ну и еще ряд свойств Ну а уж после того, как Вот эти свойства Будут проверены и доказаны Совсем нетрудно будет определить интеграл От уже не обязательно неотрицательной функции Измеримой Так что вот такая программа Значит, итак Предположим, что f простая Ну тогда мы знаем, что функцию f можно представить в виде суммы Там АК На индикатор АК По К от единицы до Н Где АК – это некоторые дизюнктные измеримые подмножества Дизюнктные Подмножество Вот И поскольку мы предполагаем, что f не отрицательна То, соответственно, тем самым АК АК и все не отрицательны Ну тогда i от f Это обозначение, которое просто Для сокращения записи я буду использовать А вообще это интеграл f d mu По мере mu По множеству e Значит, давайте здесь напишем i Так Напишем i f e Вот так Вот По определению Что это такое? Это вот что такое Это есть сумма Акатая Mu от Акатая Пересеченная с e По К от единицы до N Ну, если хотите То можно сделать следующее Смотрите Мы можем рассмотреть Новую функцию Это не нужно писать Просто посмотрите Новую функцию H Это функция такая Сумма Акатая А здесь индикатор АК Пересеченная с e Она тоже простая Она тоже простая И то, что вы видите в правой части Это интеграл от этой простой функции Значит, помните Вот в этой части Мы уже, так сказать Это то, что мы обсуждали Определение интеграла от простой функции Мы выясняли, что Независимо от представления Что это определение корректно Что если мы выберем другое разбиение При котором, значит, функция F Будет записываться С, возможно, другими там Коэффициентами То все равно Когда мы напишем такую сумму Мы получим то же самое Значит, эту часть Должна быть понятна Что уже вопрос о корректности Можно сейчас не обсуждать Мы его уже решили Вот Значит, тем самым Что у нас получилось Значит, вот смотрите В чем отличие от предыдущей конструкции Отличие состоит в том, что введено множество E Ну, казалось бы, это пустяки Это чистая формальность Но, тем не менее Вот вы увидите, что это дает Некоторые технические преимущества Потому что Мы можем этот интеграл рассматривать Ну, как Функцию, зависящую от двух разных параметров От функции При фиксированном E И, наоборот, фиксировать функцию И, наоборот, менять множество E И смотреть, что получится Получится тогда функция, заданная на Значит, здесь, естественно, предполагается Что E из F Измеримое множество Значит, тогда получится Что Этот интеграл Когда F фиксировано Он Дает нам некоторую функцию множества Вот И эта Функция множества Она окажется хорошей Она окажется Счетно-аддитивной И это Мы используем в дальнейшем Ну, хорошо Вот Да Так вот Как раз К тому, что я сказал Все-таки Значит, если мы рассматриваем Вот это отображение E и F от E Так То Непосредственно Пользуясь Счетной аддитивностью Мю И тем, что все не отрицательно Можно переставлять С суммами Можно обращаться Как хочешь Мы получим Что вот эта функция Что она является Счетно-аддитивной На F То есть, она является мерой На F На 7 алгебре Она является Вот Не отрицательной Значит, это мера Это должно быть понятно Ну, формально Я советую вам все-таки Это проверить Тем, чтобы быть уверенным Что это так Просто вы пишете Екаты Дизъюнктные Потом берете сумму У вас здесь возникает Двойная сумма Надо перекомбинировать И в конечном счете Прийти К тому, что надо Но это уже Совсем стандартная вещь Так что я Это не буду делать Ну, хорошо Вот теперь можно Определить Интеграл От неотрицательной функции Определение Значит, F Неотрицательно Измеримо И от F Е Я сохраняю обозначение Тоже Поскольку это интеграл И Естественно Для этого интеграла Используется тоже Такое же обозначение Интеграл по множеству Е от функции F Это вот что такое Это Супремум Вот чего Супремум Интегралов H Dμ По E Супремум По всем H Которые Простые Значит, H простая H неотрицательная И H не превосходит F На E Значит, вот Что делается Я нарисую картинку Ну, просто Для иллюстрации Чтобы, может быть, будет Как-то Значит, вот у нас Наше множество омега И вот наша функция Неотрицательная F Значит, мы рассматриваем Все ступенчатые Ну, не ступенчатые А простые функции Ступенчатые Все-таки Все простые функции Которые Не превосходят F Неотрицательные Простые Ну, вот еще там Множество Е Так что это надо нарисовать Множество Е Которые на множестве Е Мажорируются F Для них интеграл Определен И берем Supremo По всем Вот понятно Что это Более-менее Естественное Определение Возможно И другие Но Оказывается Что для построения Чтобы проще Доказывать Свойства Вот Такое определение По видео Наиболее удобно Вот Хорошо Ну Теперь Относительно Записи Еще Несколько Слов Значит Вот я Использую Запись И Ф Е Интеграл Ф По множеству Е Дмю Кроме того Вы можете Встретить Такую Запись Интеграл По множеству Е Ф От омега Мю Д омега Так Можете Встретить Вот такую Запись Ф От омега Демю От омега Это все Одно и то же Это все Разные Обозначения Для одного И того же Это все Вот Ну Вот это Обозначение Мне меньше Всех нравится Я не пользуюсь Я пользуюсь Либо этим Либо этим Но это уже Дело вкуса Кроме того В тех случаях Когда Е Это все Пространство Омега Ну Можно писать По омега А можно Вообще Ничего не писать И тогда Понятно Что речь идет Об интеграле По всему Пространству Так Вот такое Замечание Еще одно Замечание Если Ф Равно Ж Мю Почти Всюду То Тогда Интеграл Ф Демю Равняется Интегралу Ж Демю По любому Множеству Е Это Вытекает Из определения Значит Посмотрите Ну Это так Почти интуитивно Должно быть Понятно Но может быть Пояснение Некоторое Стоит Сделать Смотрите Вот в определении Интеграла От Простой Функции Если Если Я Меняю Множество Е На Множество Меры Нуль Скажем Либо Добавляю К нему Заменяю Е На Е Прим Которое Е Либо Объединение С каким-то Множеством Меры Нуль Либо Скажем Разность Выкидываю Из него Множество Меры Нуль Смотрите Это ничего Не меняется Интеграл Не меняется От этого Правильно Значит Что это означает Это означает Что Вот В этом Определении Я могу Всегда Заменить Здесь Множество Е На Е Минус Какое-то Множество Нулевой Меры Просто потому Что Совокупность Чисел Которые Здесь Она Останется Той же Самой Ну и Супрайму Будет Тем же Самым Вот Ну так А теперь Смотрите Когда Ф равно Ж То Что Делается Давайте Рассмотрим Множество Где Они Отличны Оно Это Множество Нулевой Меры Будет Так Ведь Ну так Выкинем Его И тогда Интегралы По Множеству Е Минус Это Множество Для всех Простых Функций Которые Не превосходят Ф Они будут Не превосходить Ж Потому что Ф и Ж Там Совпали То есть Это будет Одно и то же Семейство Значений Одно и то же Семейство Интегралов Поэтому И супремум Будут Одинаковые И тем самым Интегралы Будут Одинаковые Еще одно Замечание Ну понятно Что вот этот Супремум Вообще говоря Не обязан Быть Конечным Он Может Равняться Плюс Бесконечности Так что Интеграл От неотрицательной Функции В частности Может быть Равен Плюс Бесконечности И такое Легко Как вы Увидите В дальнейшем Легко Привести Примеры Так Так Ну вот Теперь С этим Замечаниями Покончено Переходим К Разным Содержательным Фактам Первая Теорема Теорема Один Значит Для любой Ф Неотрицательно Измеримый Вот такое Отображение Е В И Ф Е Так Вот это Отображение Является Является Мерой То есть Неотрицательная Функция Счетно-аддитивная На Ф Так Давайте Доказывать Значит Неотрицательность Очевидна Правда Ведь смотрите Вот Каждый Такой Интеграл Все числа Которые Вот здесь Участвуют В определении Интеграла Они все Неотрицательны Потому что Здесь все Неотрицательное Вот здесь Вот тут Значит Неотрицательность Очевидна Дальше Если Е Пустое Множество То все Вот эти Интегралы Все вот эти Интегралы Равны нулю Значит Супремо Будет Равен нулю Так что От пустого Множества На пустом Множестве Получим Ноль Остается Проверить Счетную Аддитивность Ну Хорошо Давайте Возьмем Екатая Это Последовательность Попарно-дизъюнктных Измеримых Множеств И пусть Е Это Дизъюнктное Объединение Екатых Вот если Функция H Простая Такая Что вот Она не отрицательная И Не превосходит F На Е То тогда Интеграл Е H Демю На самом деле Здесь даже Равенство будет Это будет Сумма Интегралов H Екатая Демю Это Пока Вспомните Вот Мы же уже Обсуждали Это В силу Счетной Аддитивности H Простая Для простой Функции Это так Ну А по Определению Интеграла Поскольку Это Супрэмум То Все это Не превосходит Суммы По К Интегралов F Демю По Екатам Правильно Ну Давайте Вспомним Что Обозначение Это у нас И А нет Пока Ничего Не надо Вспоминать Вот Получили Такое Неравенство Ну А теперь Смотрите Давайте Возьмем Супрэмум По всем H Которые Удовлетворяют Этим Условиям Правая Часть Не зависит Там Нет Никакого H Правда А левая Часть Когда мы Возьмем Супрэмум Даст нам Интеграл От F Демю Е И Значит Получим Переходя К супрэмуму Вот такое Неравенство Ну Другими Словами Вот эта Функция Наша При фиксированном F И F От Е Не превосходит Суммы И F Екатых Как такое Свойство Называется Екатые Это любая Произвольная Последовательность Счетная Полуаддитивность Значит Получили Что наша Функция Счетно Полуаддитивна Ну А У нас Был Такой Результат Что Если Функция Счетно Полуаддитивна И Аддитивна То она Счетно Аддитивна Вот вспоминайте Такой результат У нас был Я доказывал Значит Тем самым Для того Чтобы закончить Доказательство Теоремы Остается Проверить Только Аддитивность Не счетную Аддитивность Она вытекает Будет вытекать Отсюда Вот Остается Проверить Остается Проверить Что наша Функция И И Ф Аддитивна Давайте Закончим Доказательство Потом Сделаем Теоремы Так Ну для проверки Аддитивности Ясно Достаточно Проверять Аддитивность На двух Дизинутных Множествах Потом По индукции Получится Для Конечного Числа И это все Что нам нужно Значит И так Пусть Е1 Е2 Это два Дизинутных Измеримых Множества Так Ну и Пусть H1 H2 Это две Неотрицательные Простые Функции Такие Что H2 Не превосходит F На EI И равно 1,2 Но Этого Мало Значит Я хочу Их выбрать Достаточно Близкими К F А именно Посмотрите Пользуясь Определением Супремума Можно найти Такие функции Что Выполнено Следующее Что Интеграл F Dμ На EI Так Не превосходит Интеграла От H I Dμ На EI Ну Плюс Скажем Эпсилен Пополам По Определению Интеграла Всегда Можно найти Такую Функцию Чтобы Вот она Была С точностью Дэпсилен Пополам Реализовывала Супремум Ну вот То есть Будет Такое Неравенство Вот Это На EI Ну а Теперь Значит Смотрите Понятно Что Надо Сделать Давайте Возьмем Функцию H Устроим Так Это Есть H1 На E1 H2 На E2 Ну Ну и 0 На Дополнение К Объединению Ну что Тогда Можно сказать Понятно Что Функция H Не Отрицательна Понятно Что Она Будет Простой И Понятно Что Она Будет Не Будет Превосходить Ф На E1 Объединенным С Е2 Ну тогда Из вот Вот этих Вот Неравенств Вот Значит Мы получим Следующее Что Интеграл Е1 F Дмю Плюс Интеграл F Дмю Е2 Не Превосходит Сумма Этих Двух Интегралов Плюс Эпселен Интеграл Е1 H1 Дмю Плюс Интеграл Е2 H2 Дмю Плюс Эпселен Ну а Если расписать Это по Определению То ясно Что это Будет Интеграл По По Е От H Дмю Плюс Эпселен Ну а Интеграл H От Е2 Дмю В свою Очередь Не превосходит Интеграла F Дмю Е Плюс Эпселен Просто По Определению Интеграла Здесь Какая Это Функция H Простая Которая Которая Не превосходит F Значит Выполнены Ну значит Все Теперь Отсюда Все Вытекает Посмотрите На начало И на конец Левая Часть Не зависит От Эпсена Значит Это Верно Для Любого Эпсена Стало Быть Переходя К Эпселю Устремляя Эпселен К нулю Мы получим Следующее Что Вот эта Сумма Интегралов Не превосходит Интеграла От F Значит Мы получим Вот давайте Напишем Интеграл Е1 F F Дэмю Плюс Интеграл По Е2 F Дэмю Не превосходит Интеграла По Е1 Объединенные С Е2 F Дэмю А в свою очередь Этот интеграл Не превосходит Этой суммы Это уже Из счетной Полуаддитивности Вытекает Значит Тем самым Получили равенство Тем самым Получили аддитивность Ну и Следовать На счетной Аддитивности Теорема Доказана Ну вот Давайте Перерыв Что-что Там Берем Бесконечный Не нужно Интеграл Что-то сделать Не понял Ну Если там Все интегралы Бесконечные То мы тут Как-то Не очень Хорошо Подождите Нигде же Не вычитается Ничего Ничего Что-то плохого Значит Смотрите Если Интеграл Бесконечность То это Тоже Верно Что я могу Сделать Сейчас Давайте Подумаем Подождите Секундочку Верно Это Или Нет Что Будет С Бесконечными Значениями Значит Если Один Из Интегралов Интеграл F Дмю Скажем Е1 Равен Плюс Бесконечности То тогда По Монотонности У нас Вы Сразу Получаете Равенство Тогда Сразу Интеграл По Более Широкому Множеству F Дмю Это Вытекает Прямо Из Определения Монотонность Будет Тоже Равен Плюс Бесконечности Ну и Вы Получите Равенство Сразу У вас Будет Бесконечность Плюс Что-то Равно Бесконечности Все Так Так что Этот Случай Можно Отбросить И Считать Что Интеграл По Е1 И По Е2 Конечный А в этом Случай То что Было Сказано Вполне Срабатывает Так что Вот Тем Самым Теорема Доказана Так Теперь Следующий Факт Теорема Монотонной Исходимости Теорема 2 Монотонная Исходимость Щеточная Формулировка Такая Пусть ФН Это Последовательность Неотрицательных Функций Которые Монотонно Не убывает Ну Тогда Предел Поскольку Мы Берем Расширенную Прямую Всегда Существует Вот Этот Предел Ф Это Предел ФН Ну Вот Тогда Утверждается Следующее Предел Интегралов ФДМю По Е Равен ФН Равен Интегралу ФДМю По Е Для Любого Е Из ФН По Прежнему Что у Нас Там Мера Вначале Какая Предполагалась В определении Конечная Да Или Сигма Конечная Сигма Конечная Ну Доказательства Ну вот Давайте Левую часть Вот этот Предел Как-нибудь Обозначим Ну пусть Скажем Альфа Тогда В силу Того Что Последовательность Наша Возрастающая То ясно Что для Каждого Н Имеет Место Такое Неравенство ФН Не Превосходит Ф Так ведь Ну может Быть Я не Говорил Это Но Из Определения Интеграла Ясно Что Если Ф Не Превосходит Ж То Интеграл Ф Е Дмю Не Превосходит Интеграла Ж Дмю Е Это Просто Из Определения Потому что У нас Один Супремум Не Превосходит Другого Супремума Потому что Каждая Функция Простая Которая Не Превосходит Ф Она Одновременно Не Превосходит Ж Так что Значит Каждый Элемент Того Множества По которому Берется Супремум В Определении Левого Интеграла Каждая Такая Функция Входит И В То Множество Где Вот Ну и Там Более Широкое Множество Стало Быть Супремум Больше Либо Равен Ну вот Значит Теперь Раз Это Так То У нас Интеграл Ф Н Е Дмю Не Превосходит Интеграла Ф Дмю Е Для Каждого Н Так ведь Ну и Стало Быть Предел Тоже Не Превосходит Значит Тем Самым Получаем Что Альфа Меньше Либо Равно Вот Этого Самого Интеграла Ф Дмю По Е Значит Это Первое Что Мы Можем Сразу Установить Практически Бесплатно Просто Из Определения Сразу Следует Хорошо Теперь Вот Такой Вот Что Мы Делаем H Берем Простую Функцию Так Которые Не Превосходит F И берем С Константу Между Нулем И Единицей Причем Вот Строго Меньше Единицы Вот Значит Это Неравенство Естественно Поскольку Мы Изучаем Интегралы По множеству Е То Это Все На Е Вот И Определяем Такое Множество Е Это Множество Тех Омега Из Е Для Которых 0 Меньше Либо Равно С H От Х Меньше Либо Равно F От Омега Поскольку F Н Возрастающая Последовательность То Последовательность Е Н Тоже Будет Возрастающая Каждое Омега Для Которого Выполнено Это Неравенство Для Него Будет Выполнено Неравенство С Функцией Fn Плюс 1 Так Что Вот У нас Есть Такая Взрастающая Последовательность Ну Это Первое Замечание Второе Что Если Мы Возьмем Объединение Е Н То Это Будет В точности Е Почему Смотрите Это Следует Из Того Что Фн От Омега Сходится К Ф От Омега Поточечно Смотрите Для всех Омега Мы же Для каждого Омега Определили Ф Как Предел Последовательности Ф От Омега Это Просто Предел Числовой Последовательности Фн От Омега Поскольку Фн От Омега Сходится К Ф То А С Меньше Единицы То А А Меньше Либо Равно Ф То Ясно Совершенно Что Начиная С Некоторого Номера Каждая Омега Попадет В такое Множество Ну И Стало Быть Е Это Объединение По Э Множеств Е Согласны Замечательно Но Если Это Так То Отсюда Вытекает Следую Что Интеграл Е По Е Фн Демю Больше Либо Равен Интеграла Фн По Е Н Демю Это Монотонность По Е Это То Что Мы Уже Использовали Вот А Так Как У Нас Здесь Простая Функция Которая 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 Мажорирует Фн То Это В свою Очередь Больше Либо Равно С Интеграл Е Н H Демю Ну Это Понятно Что Когда Мы Работаем С Простыми Функциями То Константы Выносится За знак Интеграл Это Вытекает Из Определения Интеграла От Простой Функции Так Что Здесь Я Должен Был 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 Формально Написать Интеграл А С H Но С Можно Писать Перед Интеграл Ну Ну Прекрасно Больше Больше Либо Равно Вот Предел Того Что Здесь У нас Написано Здесь Тоже Будет Возрастающая Последовательность Ну А мы Знаем Уже Что Как Функция Как Функция От Е Вот Такой Интеграл Это Мера Поэтому А Е Это Возрастающая Последовательность Так что Предел Этой Последовательности Будет Совпадать С Интегралом По Объединению Е То есть По Е Получим Неравенство Такое С Интеграл По Е H Д Мю Ну Собственно Теперь Почти Все Уже Доказано Смотрите Это Ведь Верно При Любом Выборе Функции H Так Ведь Либо Лишь бы Только Функция H На Е Была Простая И Не Превосходящая F Значит Если Я возьму Супрему В левой части Уже Ничего Нет Это Константа Я получу Отсюда Неравенство Альфа Больше Либо Равно Константа Интеграл Е F Дэмю Потому что Супрему По всем Таким Простым Функциям Это Интеграл Вот Ну и Наконец Последний Шаг Вспомнить Что Константа С Выбрана Хоть и Меньше Единицы Но Произвольно Но давайте Устремим Ее К Единице В правой части Перейдем К пределу И получим Неравенство Альфа Больше Либо Равно Интеграл Е F Дэмю Ну а Противоположное Неравенство Уже было Доказано Так что Получили Равенство Теорема Доказана Теорема Теорема Доказано Ну вот Это Одна из Самых Таких Важных Фактов Ну вот Теперь Следующая Теорема Теорема Два Да А нет Три Ну вот Пусть F1 F2 Это Измеримые Неотрицательные Функции Тогда Интеграл По Е F1 Плюс F2 Дэмю То же самое Что интеграл По Е F1 Дэмю Плюс Интеграл F2 Дэмю Аддитивность Интеграла Уже По Функциям Доказательства Если Мы возьмем Две простые Функции H1 H2 Простые И неотрицательные То это Верно Это Свойства Мы Устанавливали Вот Тогда У нас Получится Вот Интеграл Е H1 Дэмю Ну а теперь Мы знаем Что каждую Неотрицательную Функцию Можно приблизить Монотонно Возрастающей Последовательностью Простых Функций Ну вот пусть H1N Это будет Такая Последовательность И это будет H1N Это возрастающая Последовательность Которая Сходится К F1 Ну а Давайте так Соответственно H2N Возрастающая Последовательность Сходящаяся К F2 Поточечной Тогда Пользуясь Предыдущей Теоремой Мы сразу Получим То что Нужно Потому что Ясно Совершенно Что тогда H1N Плюс H2N Будет Сходиться К сумме F1 F2 Будет Тоже Будет Возрастающая Последовательность Будет Сходиться К F1 Плюс F2 Ну и Значит Все на Е Происходит Тогда Для каждого Н у нас Справедливо Вот это Равенство Ну и По предыдущей Теореме Смотрите Левая часть Сходится К этому Интегралу А здесь Каждая Слагаемая Сходится К соответствующему Слагаемому И получаем Равенство В пределе Вот Совершенно Аналогично Доказывается Утверждение О том Что если F Неотрицательная Измеримая И А Это Неотрицательная Константа То тогда Интеграл По Е От А F Демю Равняется А Интеграла По Е F Демю Ровным Счетом Точно Так же Берете Аппроксимирующую Последовательность Простых Функций Для них Это верно И по Теореме 2 Получаете То что Нужно Тем самым Получаете Линейность Интеграла Ну Пока еще С неотрицательными Коэффициентами И для Неотрицательных Функций Еще Один Факт Теорема 5 Предположим Что F Неотрицательно Измеримо И Интеграл По множеству Е F Демю Оказался Равным Нулю Что отсюда Следует Ну Ясно Что это Не может Функция Ф Сильно Отличаться От нуля В этом В этом Случай Ну Вот Тогда Тогда F Равно Нулю Почти Почти Всюду На Е Понятно Да Что это Значит Почти Всюду На Е Доказательства Ну Предположим Противное Предположим Что Это Неверно Что F Не равно Нулю Почти Всюду На Е Е Пересеченное С множеством Тех Омега Для которых F От омега Больше Нуля Имеет Положительную Меру Правда Значит Мю Больше Нуля Ну скажем Давайте так Напишем Что Оно Равно Некоторому Дельта Которое Больше Нуля Ну Ну давайте Рассмотрим Такие Множества Пусть АН Это Множество Е Пересеченное С множеством Тех Омега Для которых F От омега Больше Чем Одна Н Что Можно Сказать Про Эти Множество Если Множество Омега Принадлежит АН То Оно Принадлежит АН Плюс Первому Правда Потому что Из того Что Больше Одной Н Вытекает Что Больше Чем Один Н На Н Плюс Один Так Что АН Вложено В АН Плюс Один Ну и Понятно Что Объединение АН Это Как раз Вот Это Самое Множество Это Как раз Есть Е Пересеченное С Множеством Где Ф Больше Нуля Я Вот так Кратко Напишу Ну Значит Что Можно Сказать По Меру По Свойству Непрерывности Меры Мю Мю АТАН Сходится К дельта Ну Значит Найдется Такое Н Что Мю От АН Тем самым Существует Н Такое Что Мю От АН Будет Больше Чем Дельта Пополам Ну Больше Либо Равно Скажем Ну Прекрасно Теперь Мы Замечаем Следующее Что Интеграл Е Ф Д Мю Поскольку Внутри Е Он Больше Либо Равен Чем Интеграл По Множеству А Ф Д Мю Правильно А поскольку Функция Ф Здесь На этом Множестве АН Она Больше Либо Равна 1 Н И Что Это Означает Что Функция Ф На этом Множестве На множестве АН Она Больше Либо Равна Единица На Н Индикатора АН Правда Это То же самое Это Одно И То же Вот Ну Значит Это Все Больше Либо Равно 1 Н Константу Можно Вынести За Знак Интеграл А Интеграл От Индикатора Это Ж Простая Функция Это Просто Мера Этого Множества Мю От АН Так И Это По Выбору Это Больше Либо Равно Единица На Н На Дельта Пополам Что Строго Больше Нуля В Что Интеграл Равен Нулю Значит Тем самым Если Мы Предполагаем Что Наше Предположение О том Что Функция Не равна Нулю Почти Всюду На Е Приводит К Противоречию Тем Самым Утверждение Доказываем Так Хорошо Теперь Еще Одно Понятие Которое Тоже Нужно Вам Представить Это Понятие Существенного Супремума И существенного Инфимума Значит Определение Это Какое у нас По счету Будет Третье Да Значит Вот Пусть Ф Это Измеримая Функция Измеримая Функция Значит Тогда Вот Существенный Супремум Обозначение Вот такое С Essential Супремум Ф На Е Что же Это Такое По Определению Это Вот что Такое Это Инфимум Супремум Супремум Ф От Омега Супремум Поскольку Сейчас я Объясню Смысл Этого Определения Вспомните Что Очень Многие Факты Которые Мы Обсуждаем Они Если Они Верны Для Какой-то Измеримой Функции Они Верны Для Всего Любых Любой Другой Функции Которые Этой Функции Эквивалент Ну В частности Например Вот я Не сказал Это Но Хотя Нет Это Впрямую Не Произносилось Но Это Должно Быть Понятно Из Определения Что Интеграл От Неотрицательной Функции Если Вы Возьмете Эквивалентную Ей То Он Будет Для Эквивалентной Функции Интеграл Будет Такой Ж Это Вытекает Из Определения Вот В частности Например Так вот Вот у нас Есть Класс Эквивалентных Функций Для Индивидуальной Функции Есть Понятие Супрема Но Что Означает Что Мы Переходим От Функции Эквивалентной Это Означает Что Мы Вообще Говоря Ее Меняем На Множестве Нулевой Меры Правильно Ну А Представьте Себе Что Мера Сосредоточена В Одной Точке Скажем Дельта В Точке А Тогда Дополнение К этой Точке Это Имеет Нулевую Меру И Значит Вот Наша Функция Определяется Одним Единственным Значением Любая Функция Которая Совпадает С нашей Функцией В Этой Точке А В Остальном Произвольно Будет Ей Эквивалентна Ну И Видите Если Брать Просто Супремум У них Супремум Могут Отличаться Как Угодно Значит Что нужно Сделать Нужно Взять Перебрать Все Подмножества Множества Е Так Сать Но Которые Полные В Е По мере То есть Такие Что Мера Разности Равна Нулю Так Значит Вот На каждом Из них Взять Супремум Так А потом Взять Точную Нижнюю Грань Самое Маленькое Значение Вот Это И будет Вот смотрите Здесь Например Когда вы Будете Перебирать Ну Вот Значит Вы доберетесь До одной Точки И значит Получите Как раз В качестве Супремум Значение В этой Точке Что Существенный Супремум Это Характеристика Класса Уже Если Для Двух Эквивалентных Функций Существенный Супремум Будет Существенный Супремум Будет Одинаков Так Теперь Существенный Инфимум Ну Понятно Уже Как Его Определять Это Будет Уже Супремум А теперь Уже Берем Инфимум По Х Из Ф А дальше Все То же Самое Ф Омега Существенный Супремум Существенный Инфимум Вот Теперь Упражнение Значит Сегодня Было Первое Это Номер Два Первое Для каждой Функции Ф И Для каждого Е Из Ф Существует Такое Ф Подмножество Е Такое Что Мю От Е Минус Ф Равно Нулю И Существенный Супремум Ф На Е Совпадает С Супремум Ф На Ф То есть Что Сейчас я объясню Что на самом деле Мы берем Здесь Инфимум Но на самом деле Найдется Действительно Это инфимум Реализуется На каком-то Конкретном Подмножестве Множества Е Вот что О чем Говорится В этом Упражнении Что вообще Говоря Когда вы Берете Инфимум Какого-то Семейства Числового То Это Совсем Не обязательно Так Первый Ф Второй Второй Пункт Для любого Ф Неотрицательного Е И для на существенный супремум. F на E. Так, я добавлю еще сюда парочку упражнений. Вот пусть мю-1 и мю-2 – это две сигма-конечные меры. Сигма. Конечные меры. Тогда для любых А, Б больше нуля, больше либо равно нуля, естественно, интеграл F, Е, D А мю-1 плюс Б мю-2 – это ведь тоже мера, правда? Если я возьму такую линейную комбинацию мер, это тоже мера, что этот интеграл совпадает с суммой интегралов А. Интеграл G F D мю-1 плюс Б интеграл G F D мю-2. Ну и, наконец, последнее. Ну, это уже легкое. Собственно, они все нетрудные. Вот F неотрицательно, и интеграл F D мю меньше бесконечности на Е. Надо показать, что тогда F от омега меньше бесконечности мю почти всюду на Е. что естественно. Ну, это очень похоже на то, что мы вот здесь доказывали, что если интеграл равен нулю, то функция должна равняться нулю. Ну, похоже, но не совсем то же самое, конечно. Так. Ну, хорошо. Давайте у нас сколько там? Четыре минуты осталось. Я сформулирую, а доказательства уже, наверное, потом проведем, на следующий раз. Это так называемая теорема о замене меры для неотрицательных функций. Значит, какая уже по счету у нас она будет? Теорема 6? Теорема 6. О замене меры. Значит, так. Предположим, что у нас есть два пространства омега-1 и F1 с омега-2 и F2. Так, два измеримых пространства. Есть отображение Т, измеримое из омега-1 в омега-2. И есть функция F из омега-2 в R1 тоже измеримая. Т и F измеримы. Измеримы. И F неотрицательны. Так что, можно здесь написать, вот вместо R1 можно написать ноль бесконечность с возможным, естественно, с дополнением точки бесконечность. Так, пусть мю сигма-конечная мера на F1. Тогда имеет место следующее равенство. Интеграл T-1 от F F кружочек T для мю равен интегралу по F F D мю T-1. Вот. Вот давайте я сейчас объясню смысл этой теоремы. Это исключительно важный момент. Потом он обобщается. Эта теорема будет обобщена на общие интегралы, не обязательно от неотрицательных функций. Но это будет уже вытекать из этой теоремы без всяких сложностей. О чем идет речь? Значит, вот смотрите, вот у нас есть одно пространство, есть второе пространство, и здесь есть функция F в ноль бесконечность. здесь есть мера мю. Эта мера мю под действием отображения T переходит в меру мю T-1. Так? Это образ меры мю. Ну так что же, смотрите, вот есть ясно, что суперпозиция этих двух измеримых отображений, это вот будет отображение, которое здесь обозначено F в кружочек T. Это будет тоже измеримое отображение из омеги-1 в ноль бесконечность. Ну и вот оказывается, что если мы интегрируем по какому-то множеству F по этой мере функцию, можем этот интеграл совпадает с интегралом по прообразу от суперпозиции по самой мере. Вот такая теорема. Это теорема замены меры. Ну и T-1 они на образ у нас же отображение как? Нет, такое обозначение. Мера здесь, это обозначение для образа меры. Вот то, что в начале было, я сегодня вам давал его. Вот, мера переносится сюда, и интеграл по этой мере от функции F это то же самое. Если представьте себе, что ваше множество F это все омега-2, тогда прообраз это будет омега-1, и тогда вот без всяких вот этих вот штук у вас будет просто равенство интегралов. Хорошо.